Всем привет! И вновь на Авторадио программа «Каренина». В гостях сегодня ведущая «Утро России» Анастасия Чернобровина. Всем здравствуйте. Настенька, привет. Так приятно сказать, не доброе утро, а просто здравствуйте. Смотрела с тобой интервью и прочла о том, что ты, прежде чем выбрать машину, которая тебя устраивает, перебрала огромное количество автомобилей, около 15 машин. А почему так? Это что-то такая привередливая в автомобилях? Да нет, как раз я, наверное, не очень даже особо и разбираюсь в автомобилях. Мне главное, чтобы она была комфортной. Первая моя машина была совсем маленькой, Citroёn C3. Тогда я еще училась и посчитала, что совершенно не нужно покупать каких-то навороченных автомобилей. Уж если мочить, ломать, то не очень дорогой и хорошую маленькую машину. Потом все-таки уже стало более избирательным. Я купила чуть побольше автомобиля, это был Chrysler 5 Cruiser. Тогда мне он нравился тем, что просто был прикольный. Но они были редкие достаточно. Они редкие, они интересные, своеобразные. Я проездила на нем 5 лет. И я готова была на нем ездить еще, если бы уже он не состарился и не стал ломаться. И что появилось потом? А сейчас я выбрала себе Range Rover Evoque. Настя, а Evoque-то белый, наверное, да? Ну, а вышли-то все только черно-белые. Но потом, понимаете, понимаешь, какое дело? Тут все сплелось. Моя фамилия Чернобровина. Друзья, меня уже много лет, самые близкие ребята зовут Чебе. Ну, так сокращенник, короче и так далее. И вся моя жизнь, в принципе, она и есть такая вот Чебе. Черный и белый. Но больше белого, что мне нравится. Поэтому и Evoque у меня белый. Но с черной крышей. А вот для тебя важен день покупки машины? Вот есть многие люди, которые, знаешь, там свадьбу, да, обязательно 0,9, 0,9, 0,9. Есть люди, которые даже автомобиль покупают именно по дату. Нет, вообще абсолютно не принципиально. Но так получилось, что как раз пятикрузеры я покупала 0,7, 0,7, 0,7. Ну, просто так получилось. И мне выдают документы, я смотрю, о, это значит счастливая машина. Ну, правда счастливая. У меня одна авария была, и то не по моим вине. А машина все-таки важная часть твоей жизни? Да, да, да. Вот при покупке автомобиля ты много уделяешь этому? Или все-таки вот цену сбросила, купила и забыла? Не-не-не, машина это для меня второй дом. Я очень люблю водить автомобиль. Я все вопросы решаю. Кстати, я по телефону все рабочие вопросы решаю именно в машине. Я не несу работу в дом. Я могу вот до последнего сидеть в машине, до 11 ночи, до 12 ночи, обсуждать какие-то рабочие моменты. Я открываю окна, дышу воздухом, спокойно общаюсь, мне никто не мешает. В машине я готовлюсь к эфиру. У меня есть такая тренировка, там, о-о-о-о, меня никто не видит. Я могу петь, кричать, там, о-о-о-о-о, там, кричать, да. Очень полезная тренировка, очень простая. Меня преподаватель учил, это, он говорит, пьяница, когда ты освобождаешь губы, рот и делаешь вот так. Но единственный минус в Ивоке, и плюс, и минус, это очень большие зеркала моковые. Они такие гигантские, что я не вижу, я же маленькая, я не вижу автомобиля ни справа, ни слева. То есть вот поворачивать, например, да, вот сейчас вот этот автомобиль. Я сижу там, как в танке, я сижу на подушке. Я в эфире сижу на подушке и в машине сижу на подушке. Настя, где тут здесь твой гараж? Я так понимаю, что мы ехали-ехали, и в результате приехали в твой гараж. Подскажи мне, куда нам дальше? Ну, вот сюда налево. Называется «Народный гараж». Моя машина стоит ни близко, ни далеко, и все-таки я считаю, что далековато. Когда тебе приходится идти два квартала до дома, это уже далеко. Но зато спать спокойно лучше, потому что машина стоит на стоянке. Да, только когда ты ночью возвращаешься с работы, спокойно спать, еще надо добежать, чтобы спокойно поспать. У меня были ситуации, когда от каких-то сумасшедших пришлось бежать по дворам. Мы ждем тебя, давайте. Ну, приятный автомобиль, белый Ивок. Ты знаешь, вот весь народ в интернете говорит о том, что очень завышенная цена на него. В первое время, когда машина только появилась, цена была просто сумасшедшая. И самое это страшное, что покупатели портили всю картину. То есть они готовы были отдать любые деньги, лишь бы оказаться первыми. Я приезжаю в салон, говорят, вот эти машины уже все проданы, и люди готовы там не 3, а 5 миллионов заплатить, даже в два раза больше, чтобы эта машина была у них первой. Ну, а сейчас уже нет? Сейчас их много же уже сейчас? Сейчас их уже достаточно много. Цена нормальная. Ну, мне кажется, что зная цены там, зная, сколько она стоит в Британии... У нас салон всегда дороже. Зная, сколько американец стоит в Америке, зная, сколько британец стоит в Британии, ты понимаешь, что здесь она стоит шальных денег. Настя, ну не могу не спросить про народный гараж. Ты платишь за него, это как-то выдается квартире. На самом деле мне этот гараж задают. А дорого? 5 тысяч в месяц. Ну, это все-таки средняя цена для Москвы. Терпимо, терпимо, абсолютно терпимо. Единственное, я не могу понять, но если он народный, наверное, его строят для народа, но если для людей все это делается, ну, ведь должны же люди понимать, что туда въезжают большие автомобили. Въехать так просто невозможно. Там стоит перегородка, но эта перегородка не дает никакой возможности въехать легко и непринужденно. Ты каждый раз должен высчитывать миллиметры, чтобы не оцарапать машину. Я ее оцарапала уже. За что? Ну, да, не сильно, но оцарапала. Мне кажется, это очень аккуратный водитель. Слушай, еще есть один народный гараж, я другой смотрела. По-моему, там 4 или 5 этажей. И нет ни лифта, ни отдельных ступеней. То есть ты въезжаешь, вот ты едешь наверх, тебе надо на 4. А с 4, например, спускается твой сосед. И что делать? Нет разъезда, то есть нет ни зеркал, нет людей, которые бы там поставили светофор красно-зеленый, там можно нельзя въезжать. Ты едешь на 3, например, там спускается человек. Ты должен вернуться обратно, выпустить его. Я не знаю, это какая-то загадка. Мне не хватает, вот бывают какие-то моменты, когда я уже, ну вот так, вот так. Мне нравится, когда я с высоты все вижу, чтобы было комфортно. А представь, теперь сейчас я сяду на подушечку. Свои любимые. И все, совсем другое дело. Настя, ну ты производишь впечатление настолько позитивной девушки, вот этот вот белый автомобиль, белый салон. В дюймовочком прям, ну не знаю, как ты мне так... Это приятно. Мне очень приятно было с тобой общаться. Спасибо, что ты была у нас сегодня в гостях. Я только всем желаю настраиваться всегда на позитив. Все сейчас скажут, ой, ну вот начинается и так далее. Вот на самом деле, утром просыпаетесь и говорите, у меня сегодня будет гораздо все лучше и круче, чем вчера. И вы не поверите, что в какой-то момент оно так все и будет. Вы знаете, все это работает, как ни странно. Вот, поэтому я желаю вам... Уже началась работа. Понеслось не то слово. Уже 15 непринятых звонков. Анастасия Чернобровина была в гостях у нас сегодня. Прекрасная ведущая. Каренина на Авторадио. Счастливо, пока. Так, меняю очки одни на другие. Теперь я сажусь за руль в других очках и начинаю работать. Всего тебе наилучшего, да. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...